Понимаете, нам не хватает вот этого правильного, позитивного общения. Я недавно по телевизору, ну как по телевизору, у нас сейчас вот телевизор, вот, наткнулся на такую вещь, там говорят, хорошие новости, и там мы открыли такой-то завод, там у нас то-то, все, и там такая музыка, там. Я думаю, господи, как хорошо. И ведь это в Советском Союзе постоянно только такие новости были. Думаю, люди как хорошо жили, вообще такие песни были классные. И так, представляете, как здорово было жить вообще. Вот, ну как бы, я не то, что я ностальгирую, как бы, я сейчас говорю о том, как правильно вообще в целом. Потому что не то, что надо петь про Ленина, нужно про Бога петь, но идея сама, как правильно, она вот осталась, понимаете. Если, допустим, как бы весь бизнес вот этот вот построен так, что люди реагируют больше на страх и на развлечение, поэтому больше всего в этом телевизоре. Но зачем нам-то так жить? Ну, допустим, если так построен бизнес, но зачем нам-то так жить? Ведь эти все вещи, они разрушают человека. Развлечение постепенно приводит к извращению. Сначала меня развлекает просто добрая кинокомедия, потом мне надо уже, ну, потому что потом я уже, как бы, не могу это смотреть. Мне надо что-то круче, круче там, и пошли эти все блокбастеры, там всякие, эти войны миров, там всех убивают. И чем быстрее, чаще убивают, тем интереснее смотреть. Уже это становится безумием вообще просто. И люди это делают просто для того, чтобы снять напряжение, и все. Но понимаете, этот способ переключения, он не снимает напряжение, он напряжение из одной точки выводит в другую организм. Само напряжение остается, просто оно переключается с того объекта, где вы находитесь. Вот, допустим, у вас уходит близкий человек, вы посмотрели какой-то, и вам уже легче стало, потому что там хуже, чем у вас. Ну, сравнение так работает просто. То есть, мы говорим о самосовершенствовании сегодня. И самое главное, поймите, в самосовершенствовании это вдохновение. Вдохновение – самая тяжелая штука в жизни. Ее надо беречь. Не смотрите всякую лабуду по телевизору. Не ищите страшилок в новостях. Не пытайтесь развлекаться сплетнями. Вдохновение – это все разрушает вдохновение, которое нужно для жизни. Понимаете, а жизнь, она на волоске. Сегодня мы вместе, завтра нас судьба разлучает. Сегодня я здоров, завтра болен. Всегда у человека силы, они под расчет, понимаете, их не так много. И зачем их тратить на всякую ерунду? Ну, просто заставьте себя жить правильно. Поймите, что вдохновение есть сразу и дальше знание. Вдохновение, допустим, если у меня вдохновение, значит, я пошел на резинке прыгать с моста. Понимаете, дальше нужно знание, что делать. А что делать? Есть природа. Есть природа, а она дает здоровье человеку. Я вот много раз вам говорю, но я смотрю, многие из вас не ходят на природу, тем не менее. Но почему? Вы же знаете, что она дает здоровье, или вы еще не знаете. Как мне вам это доказать, объяснить? Когда человек двигается на природе, он получает здоровье внутрь себя. Здоровье означает многие вещи. Смотрите, это не то, что у меня придатки больше не болят. Я про женщину говорю. Чтобы вы смеялись, я так говорю, чтобы вы смеялись. Вам весело было лекцию. Вот, смотрите, здоровье означает также хорошее настроение. Это от природы идет. Сейчас психологи все перевернули. Они говорят, хорошее настроение идет от внутренней настройки. Вот настройся хорошо, и у тебя будет хорошее настроение. Настроиться хорошо означает получить силы откуда-то. Вот если у меня есть силы, мне хорошо. Вот ребенок наелся, допустим, да? Ребенок не знает психологию. Он сидит, насосался и такой. Ему хорошо. Почему? Потому что он зарядился. Ну, то есть у него хорошее настроение в результате. Почему у него хорошее настроение? Потому что он зарядился. Все. Очень просто, понимаете? Работоспособность идет от природы. Это лежат, заставить себя работать. Но если у вас нет силы, значит, ну что заставлять? Идите просто прогуляйтесь. Идите, подышите воздух, побегайте. То есть нужно знание еще, понимаете? Вдохновение есть у вас, допустим. Есть, нужно знание. Вот я, допустим, у меня нет сил сосредоточиться. Не хватает энергии воздуха. Иди, получи воздух, сосредоточься. Не могу заснуть, не хватает энергии земли. Получи землю. Как получить землю? Надо любить землю. Когда хотите получить воздух, идите, думайте о воздухе. Он придет к вам в сердце. Не хватает оптимизма? Солнца не хватает. Иммунитета не хватает? Солнца не хватает. Хорошего настроения нет? Солнца не хватает. У нас нет в Москве солнца. Есть солнце. Солнце есть везде. Просто иногда его видно, иногда нет. Если не видно, людям больше усилий надо прилагать. Вот, допустим, в Грузии там надо много усилий прилагать, чтобы солнце получить. Там много солнца. Вот. Но это не значит, что там все солнечные люди. Солнечное означает, что ты правильно настраиваешься на энергии солнца. Но у нас, в нашей среде, солнца на небе не видно. Но солнце есть в людях. Его можно получать от людей. Учиться искать радость людям вокруг. Искать это. Тренироваться. Солнце означает радость людям. Но если человек не тренируется, то он не будет позитивным. У него не будет хороший иммунитет. Потому что именно позитивизм переваривает бактерии. У человека не будет хорошего пищеварения. Потому что это тоже энергия солнца. И означает позитивное настроение. Рано не встал, все, уже дальше не будет хорошего настроения. Потому что еще вставать надо вовремя. Это тоже надо знать. Даже если ты не встал вовремя, нет возможности. Сейчас поздно вселяешься после лекции. Ничего страшного. Можно все равно себя активизировать. Аскезу совершить. Можно пробежаться там, допустим, на свежем воздухе. Пройтись там. Или поставить возле деревца. Тоже придумал Олег Геннадьевич. Возле деревца стоять. Какой-то вообще странный он какой-то человек. Сейчас пишут в интернете. Странный человек. Возле деревья заставляет всех стоять. Я же не заставляю возле бутылки стоять. Ну так пишут, что я заставляю. Возле деревьев стоять это супер. Почему? Потому что они стоят все время. Не двигаются. И у них копится вот эта энергия терпения. Когда человек встает рядом с деревом, у него начинает двигаться спиной. Вот так встал. Постоял часик. Помолился. Время не тратит зря. От дерева. Дерево получает от человека. Человек от дерева. Идет обмен. И если вы встали, чувствует не ваше. Ну, встаньте, найдите другое. Нужно выбирать больше себя дерево. Оно снимает напряжение. Большинство людей, хоть и чувствует, что у них нет сил, но они все перенапряжены. Надо снимать напряжение. Деревья дают человеку огромное спокойствие, терпение. Укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение. Побеждают злокачественные опухоли. Кора деревьев уничтожает опухоли в организме. Ну, это не значит, что деревья теперь будут уничтожать. Мы сами должны тоже что-то делать. Но так или иначе, деревья нужны, земля нужна. Травы успокаивают. Трава, вот вся трава, она всегда успокаивает. Человека расслабляет. Деревья дают силы. Это очень сильная энергетика, очень сильная у деревьев. Она сильнее человека. Травы слабее энергетика. Когда чай травный человек пьет, всегда он успокаивается. Но когда он стоит рядом с деревом, то он получает силы. Даже несмотря на то, что он расслабляется, но он накопливается силами. И это тоже надо знать. Деревья обладают колоссальной силой, способностью побеждать болезни и трудности жизни человека. Ну, с точки зрения, не то, что к дереву встал, муж вернулся. Я говорю о силе, о возможности крепче стать внутри себя. Но со всего начинается вдохновение, понимаете? Вздохновение. Вдохновение идет из правильного общения. Поэтому, если вы неправильно организовали свою жизнь, вы в метро не слушаете лекцию, а смотрите по сторонам, кто о чем говорит. Вы, допустим, пришли домой, включили, мертвые не потеют. Или еще что-то в этом роде. То есть у вас нет правильного общения. Соседи, допустим, ругаются, вы начали слушать, что они там оруют. Значит, вы теряете вдохновение. Это значит, что жизнь не будет течь правильно. Нужно, чтобы было вдохновение. Про своих родителей, про своих правителей, про свою веру. Разрушают жизнь людей, сплетники. Не слушайте все это. Это разрушает жизнь. Сильная страна, сильное правление. Мир означает силы. Какой критерий сильной страны? Нет войны. Много лет. Все, этого достаточно. Живите, развивайтесь. Кто вам мешает? Конечно, люди будут страдать от своей глупости. Но это наши уже проблемы. Есть ошибки у всех. Когда человек получает власть, у него много возможностей ошибиться. Некоторые ошибаются. Начинают больше денег себе брать. За это Бог их наказывает. Мы видим это, как это происходит. Сейчас видно все. Но ошибся человек, ничего страшного. Это его проблемы. Не надо в целом думать, что плохо в нашей стране жить. В нашей стране хорошо жить. Недавно прочитал статью. Оказывается, бедные люди меньше разводят, чем богатые. Провели исследование ученые. Бедные меньше разводят. А именно семейное счастье является основой счастья вообще в целом. Не количество холодильников на душу населения, а возможность быть вместе является признаком правильного понимания, что такое развитая жизнь. Возможность быть вместе. В кассы бедных странах люди больше вместе, меньше разводятся. Потому что деньги балуют людей, делают их циничными. Ну, допустим, я часто встречал, что мужчины сильно зарабатывают, они начинают гулять, искать себе проституток и так далее. Это соблазн остается. И с этим ничего не сделаешь. Ну, какая проститутка пойдет с бедным общаться? Кому он нужен? Кроме жены? То есть, Олег Геннадьевич, у нас будет бедная страна, да? Я ни на что не намекаю. Просто нас призывают, как бы, мотать отсюда, менять свою жизнь, потому что у нас страна не такая богатая, как где-то. Понимаете? Это неправильное мышление. У нас много свободы, понимаете? У нас много свободы, потому что мы можем в любой парк пойти и там прогуляться. Вот попробуйте где-нибудь в другом месте, как так сказать, в разных странах, попробуйте в парк пойти прогуляться бесплатно. Да вам никто не разрешит. Вы даже с дороги не свернете бесплатно. В свободной стране. А у нас, куда хочешь, туда иди. Куда, где хочешь, там купайся. Ну, вообще никаких проблем. Где хочешь, там и работай. Там на одном месте человек боится, просит работать, страшно. А у нас, где хочешь, там и работай. Хочешь здесь поработать, хочешь там, вообще нет проблем. Там тоже хорошо, и здесь хорошо. Каждый рождается там, где ему хорошо. Американцы в Америке хорошо. Я им тоже говорю, когда лекции ставят. Они говорят, Олег Геннадьевич, вы Америку все время ругаете. Я говорю, да это я для русских делаю, все нормально. Вас тоже хорошо живите. Пусть себя никуда не вматывайте. Ну, то есть, идея заключается в том, что нужно принять то, что у тебя есть. Хватит бежать. Хватит мучить себя. Мне этот не нравится человек, тот будет лучше. Да все одинаковые мужики. Ну, все одинаковые. Ну, где вы видели, чтобы нравился мужик? Перетерпела, перемучилась, все, нормально, живем. Ну, как люди говорят, я говорю, поднимите руку, кому муж нравится. И пара человек поднимает. Значит, только начали жить вместе. Все, уже все ясно. Или уже долго прожили и как бы победили судьбу, теперь уже нравится. А посередине всегда тяжело. Или только начали, или уже заканчиваем. Муж нравится. В остальных случаях всегда не нравится, потому что идет процесс победы над судьбой. Ну, у всех, понимаете, одно и то же. Ну, у всех. Но если это так, то тогда какие проблемы? Вот мне не нравится, потому что, ну, всегда женщине трудно с мужиком. А мужчине с женщиной. И не надо так сильно на этом зациклиться. У меня тяжелая семейная жизнь. У всех тяжелая семейная жизнь. Отвлекись, начни делать добрые дела. Я в Астане вчера читал лекцию, рассказывал о том, что когда человек отвлекается от своей личной жизни и начинает друзей приглашать домой, птичек кормить вокруг, начинает заботиться обо всех, он приносит счастье в дом. И вся обстановка разряжается. Понимаете, там собрались с психологами разрешать вопрос нашей обстановки в семье. И пилим друг друга рядом с психологом там. Или пошли на телешоу вообще пооскорблять друг друга. Там при всех. Замечательный способ наладить отношения в семье. Да вы поймите, вам просто сил не хватает любить друг друга. Вы просто возьмите друзей, пригласите. Побудьте с друзьями вместе. Побудьте с друзьями. И у вас, вам легче станет друг с другом. Вот друзья будут, ой, как у вас хорошо. Они вас будут благословлять. Вот. И вы им служить будете, накормите их. И все, и они будут вас любить, обнимать, и вы уйдете. Все уйдут, и вы будете улыбаться, теперь друг другу сидеть. И почему так происходит? Потому что нам просто сил не хватает жить. У каждого человека есть недостатки. И они переплетаются друг с другом. И очень трудно вдвоем, понимаете, из-за этого. Но если вокруг много людей, и мы всем служим, тогда становится намного легче. Даже птичек покормите просто, попробуйте. Вам будет легче смотреть в глаза близкому человеку. Потому что вы любовь от птичек почувствуете, как они клюют и радуются. Вашей пищей. Вот и все. Видите, все очень просто. Не надо заморачиваться на том, что у меня. Нам просто не хватает сил. 70-80% проблем у человека из-за того, что он обесточен. В современном мире. Все. Это решаете вопрос, дальше все легче. Обесточенность одна проблема. Зацикливание друг в друге на вторая. В остатне сидит женщина, рядом муж. И она плачет, жалуется на нее. Плачет. Говорит, мы не можем, нам так трудно. Я говорю, вы все время говорите вот о ваших отношениях. У вас, говорю, подружки есть? Нет. Вы, говорю, что-то для людей делаете? Нет. Вы на улицу выходите? Нет. Чем вы занимаетесь целый день? Пилим друг друга. Молодцы. Хороший метод. Никаких шансов выжить. Почему мы пилим друг другу? Потому что мы верим в счастье, которое идет от близкого человека. Это безумие. От близкого человека идет трудность жизни. Это твоя аскеза. Это твой крест. Вот от него будет всегда это идти. Какой бы ни был человек. Я видел таких людей удивительных. И все равно близкий человек находит что-то не то в нем. Ну это же смешно просто даже уже смотреть. Понимаете? Это означает, что всегда так будет. Близкий человек всегда будет для тебя трудностью. Вот как вы думаете, я для своей жены трудность или нет? Нет? Трудность тоже. Тоже трудность. Представляете? Это всегда так будет и везде. Понимаете? Это всегда так будет и везде. Поэтому не надо на это обращать внимание. Лучше обратите внимание на то, чего вам не хватает в жизни. Вам не хватает силы. Люди все обесточены. У нас нет контакта с природой. Понимаете? Нет контакта с природой. Нет сил жить. Я начал бегать просто. Я просто потрясен. Представляете? Просто на свежем воздухе двигаешься. Настолько жизнь меняется. Колоссально. Дальше добрые люди. Ищите добрых людей. Просто добрые отношения. Просто с кем можно по-доброму? Именно по-доброму поговорить. Понимаете? По-доброму. Это и есть работа над собой. Не думайте, что работа над собой. Работа над собой означает сначала правильный обмен. Ну то есть поститься, молиться, это все надо. Это результат мудрости, силы человека. Когда он может свою энергию направить в одно русло. Но большинство людей даже начали молиться. Вот они лекции послушали. А этим молиться ничего не получается. Почему? Потому что нет сил. Силы берутся от людей. От добрых. Поговорил с добрым человеком, легче стало. Вот допустим, девушка, у меня нет сил, мне плохо, меня бросили. Добрый человек нужен. Вот вы с ней разговаривали? Легче становилось? Да. Вот продолжайте. Все, вот этим занимайтесь. Полагайтесь на доброго человека. Вам станет легче. Не думайте, вот бросил меня, ну бросил меня. Но он бросил глаз, потому что он тупой. Но вы это потом позже поймете. Так и есть. Он не достоин вас просто. Но вы не знаете сейчас об этом. Вам достоин другой человек лучше. И дети будут, и все будет хорошо. А, спасибо, Олег Геннадий. Спим дальше. Спасибо. Благодарность уже приходит. Ты о Боге подумал, уже благодарность приходит сразу. Спасибо Богу и сразу спасибо. Надо всегда на Боге. Бог означает удача. Счастье. Если вы удручены, значит нет Бога в жизни. Не хватает. Безверие. Депрессию человека. Вера в человека разрушает жизнь. Вы поверили в человека. Поверила, поверила и больше ничего. Ничего. Один раз в год сады цветут. Весной любви один раз ждут. Это означает вера в человека. Так, сегодняшняя лекция посвящена работе над собой. Самое главное это вдохновение. Вдохновение идет от правильного построения жизни. Если человек имеет неправильное общение, он не сможет ни аскезы совершать, не молиться, потому что он оскверняется каждую секунду жизни. Осквернение означает нет сил. Подружкой поговорила, пять минут посплетничала о том, как что происходит, где город строят на случай ядерной войны. Все. Сил нет дальше на зарядку идти. Почему? Потому что это неправильное общение. Разрушает жизнь человека. Неправильное мышление разрушает. Что такое неправильное мышление? Неправильное мышление означает, человек думает, не тот муж, не та страна, не та вера, не то правительство, не тот город, не та природа, не та погода. Все не то. Это неправильное мышление. Все то. Вот что Бог, что нам положено, надо благодарно принимать. Все то, понимаете? Просто я этого не понимаю, что было бы еще хуже в другом месте. Я знаю много-много людей, которые эмигрировали. Не то, что они там несчастные. Они счастливы, но они пять лет привыкали. И они чувствуют, что как бы что-то все равно все чужое. Понимаете? Вот что Бог дал, то и свое. Вот мужика вам дал, это ваш мужик. Он должен вас пилить. Не кто-то другой. Для вас специально, вот он очень знает, как вас пилить правильно. Для этого специально как бы создан подвага специально, понимаете? Но мужик, ну, дан, вы думаете, для счастья, а он для того, чтобы пилить, дан. Чтобы мы сильнее становились. Для счастья человеку дана природа, люди добрые, Бог. А семья должна дана для испытаний. Что такое аскеза? Аскеза – это штука такая, которая, вот знаете, у нас в сердце вот здесь вот есть судьба. Кто-то кармой называет, кто-то судьбой. Разницы никакой нет, это одно и то же. Можно меня ругать за то, что судьбу кармой называют. Но это одно и то же. Просто она вот всегда, вот на каком языке бы как ни звучало, и как бы ее не оценивали, она находится вот здесь, в сердце, судьба. Вот здесь, вот прямо в этом месте. Не то, что в этом мешке, который сокращается, а в психическом пространстве. Вот здесь вот находится судьба. И если вы сейчас вот сюда вот посмотрите себе, если у вас здесь ни радость, ни счастье, ни как бы хорошо, это значит, что судьба посылает трудности. Там может быть сильное напряжение в сердце. Может быть страдание, отчаяние, депрессия. Может быть твердость духа. Твердость духа – это судьба или не судьба? Я все смогу, я клятвы не наружу. Это судьба или не судьба? Нет, это не судьба. Это милость. Есть судьба, а есть милость. Твердость духа, как бы вера в друзей. Способность быть вместе, любить свою страну, любить свою семью, любить свою веру – это все милость. Любить природу там, где ты живешь, не на юге, а там, где ты живешь – это милость. Быть удовлетворенным в жизни – это милость. А вот не любить природу, свою семью, свою страну и свою веру – это трудность. И это и есть судьба. Ну, то есть, почему мы не любим друг друга? Потому что судьба. Почему мы любим друг друга? Потому что у нас есть знания, у нас есть вера, у нас есть способность побеждать судьбу. И поэтому мы любим друг друга. Не то, что нам повезло, и мы любим друг друга, не повезло, не любим. Нет. Влюбленность всегда – это не судьба, это просто приманка, притяжение. Это не жизнь. Это просто временно все. Не надо верить в это. Любовь означает, что ты способен вот то, что тут внутри есть, преодолеть. И что такое аскезы? Это сила, которая отодвигает вот это здесь, от меня так, и нету. Например, если кто-то хочет, чтобы я сел в тюрьму, да, я беру, не двигаюсь просто, и молитву читаю. Когда считается «не двигаюсь» и молитву читаю, тогда это событие отодвигается. Может быть, это произойдет, но позже, еще позже, еще позже отодвигается. Запомнили, что такое аскезы? Вот любое событие, неважно какое. Допустим, у меня есть болезнь. Я не двигаюсь, молюсь аскезам. Болезнь отодвигается. Я бегу, допустим, слушаю лекцию духовную, желаю всем счастья. Аскезов. Я не хочу бежать, но бегу, радуюсь, всем желаю счастья. Длительно движение. Отодвигается проблема от меня, которая должна прийти. Отодвигается. Поверьте мне в этом. Потому что я знаю, как это работает. Я вам рассказываю об этом. Я сейчас не хвалюсь, мне говорят, Олег Геннадьевич хвалится. Я не хвалюсь, это правда. Надо поверить, признать этот факт, что так работает. Отодвигается. Вы же не знаете, как это работает, многие. Оно отодвигается. Аскеза отодвигается. Вот мучает, допустим, что прямо сейчас трудно. Аскеза, неподвижное положение тела, и уже сейчас нетрудно. Отодвинулся. Вот почему человек мучается. Потому что он не знает, что можно отодвинуть. Если бы вы знали, вы с утра бы уже постояли сегодня. И вам бы стало легче. Понимаете? Неподвижное положение тела плюс молитвы раз, вот отодвинулся. Как отодвинулся? В сердце стало легче. Есть три круга жизни. Сначала в сердце становится легче. Потом между мною и тобой, и потом уже там все решается. А там, когда решилось, это чудо. Человек хотел уйти, а теперь хочет вернуться. Это чудо же, правда? Ну, чудо, да чудо три шага. Не один шаг, а три. Сначала вот здесь, потом между нами, потом в нем. И можно все это сделать одной аскезой. Просто я не двигаюсь или пащусь, и он возвращается. Но это механический метод. Это означает взять его за шкирку и вернуть. То есть аскезы. У меня есть один знакомый. У нас было мероприятие определенное. И он постился, не ел две недели. Воду пил. И там тучи пошли, и у нас на открытом небе мероприятие. И мы в шутку спросили, ты можешь, вот ты постишься, ты можешь тучи разогнать? Такой, могу. Серьезно, я обиделся своими глазами. Он пошел, короче, в ручей встал. Это была осень. Холод, ручей холодный. Представьте, человек постится, у него обостряет чувствительность. Ему тяжело в холоде находиться. Он встал в холодную воду, руки к небу поднял, такой, смотрит на тучи. Они расходятся, короче. 20 минут ничего не осталось вообще. Все разошлось. Но этот человек деградировал. Почему? Потому что он загордился собой. Он увидел, как он может побеждать судьбу. Поэтому аскеза без молитвы очень опасна. Люди, которые совершают аскезы без молитвы, они становятся очень гордыми. Они начинают понимать, что они могут все, эти люди. Поэтому всегда, когда вы совершаете аскезу, смолитесь, чтобы вы понимали, что Бог это все делает, а не вы. Когда человек отодвигает судьбу аскеза, это тоже Бог делает на самом деле. Он нас поощряет таким образом. Совершайте аскезу. Это вам поможет в жизни. Он поощряет. Говорит, это правильно человеку делать аскезы. Есть женские аскезы. Допустим, вот штангу поднимать, это женская аскеза? Нет. Иногда женщине можно поднимать какой-то вес, чтобы быть крепенькой. Не то, что женщина должна быть слабой. Все должны быть крепенькими. Все здоровыми должны быть. Но женская аскеза, это все равно не женская как бы вещь. Но иногда нужна женщина. Женская аскеза, это доброта, простота, заботливость. Вот, допустим, взяла пирожки, напекла и раздала людям. Это женская аскеза. Она сочетается уже с благотворительностью. Само вот, когда ты пищешь пирожки, ты отвигаешь плохие события. А когда раздаешь, они тают. Потому что есть еще пожертвования. Пожертвования уменьшают силу событий. Вот если ты хочешь уменьшить силу, на тебя сильное событие валится. Тогда пожертвования. Иди и раздавай пирожки. Желай всем счастья. Есть разные пожертвования. Когда на тебя плохо думают, желая всем счастья, ты побеждаешь мысли плохие. А когда тебе денег не хватает, раздавай пирожки. Надо выбирать пожертвования в соответствии с тем, что происходит. Мысли уничтожаются мыслями. Материальное – материальным. Ну, то есть надо подбирать в соответствии с тем, что происходит. Допустим, нет мужа, допустим, да? В чем аскеза у женщин? Она должна... Ну, нет мужа не означает, что надо на мужиков направить аскезу. Нет мужа означает, что ты слаба в отношениях. Надо понять причину. Глубже посмотреть. Потому что все женщины достойны мужа. И они сотканы из красоты. Все женщины сотканы из красоты. Это точно так же, как все зайчики мягкие и пушистые по природе. Но иногда они бывают скользкие и вонючие, когда болеют. Понимаете? То есть женщина должна стать мягкой и пушистой. Для этого она должна совершать женскую аскезу. Что такое женская аскеза? Идти и заботиться обо всех, о ком можешь и о ком не можешь. Он скажет, мне не о ком заботиться, я в Москве живу. Есть о ком. Просто добрым взглядом смотри на людей, которые в метро. Бабушку накорми, там на улице стоит. Не важно, там она алкоголичка или нет. Накорми ее просто хлебом. Позаботься о ней. Позаботься, ищи подружек себе. Ни о ком заботься, ищи. Это как бы активная жизненная позиция. У кого подружек нет, поднимите руку. Вот вы должны друг друга найти. Те, кто ручивает. Вам будет комфортно, потому что вы оба одиноки. У вас нет подружек. И у вас. Посмотрите на нее. Все, вот находите друг друга. Найдете или нет ее? У вас муж есть? Есть. Есть. Будьте осторожны. Нет подружек, не будет счастья. Почему? Потому что истощается семья. Женщина получает силы от подружек, от социальной деятельности. Она мужа силы тратит. Если она на него тратит силы, а мужчина получает силы от мужиков, от спорта, от движения совместного. Как кони побегали вместе, волейборщик там поиграли. Поломали друг другу кости. И легче стало. Потому что мужской отдых, понимаете? А женский отдых это вместе. И все. И женский отдых. Отдыхают женщины таким образом. А если нет женских отношений, значит все. Нет силы жить. Почему? Потому что только одна отдача энергии. Мужчина должен с мужчинами счастье получать, женщина с женщиной. А вместе мы отдаем уже друг на друга энергию в семье. ШШШШ. А вместе мы с мужчинами счастьем.